Краснодар Центр съехали с делегацией из всех муниципальных образований. Только из Лобинского района около 200 человек. Таким ярким, колоритным и по-настоящему интересным представлен Лобинский район на краевом празднике. Наше подворье хотелось рассматривать. Гости останавливались возле каждого стенда, чтобы увидеть и восхититься работой лобинских мастеров. Изделия Лаврентия Толмачева буквально пропитаны казачьим духом. Мы начали полностью обширенно усилили в кубанские национальные традиции. Пошли, вот, косоворотки начали шить вот такого формата. Потому что народ как бы смотрит на это и, ну, что самое новое, это самое забытое старое. Понимаете, оно все возвращается, возвращается, возвращается. Каждый хочет как бы для себя приобрести, посмотреть. И мы вот, у нас заказы новогодние, предновогодние, хорошие заказы. Все-таки спрос есть. Спрос есть. Возрождается, я вам скажу так. Это браво. Военная техника нас тоже очень любит. Если помните, знаете мой танк же, да, в городе Лобинске. Вот мы, пилотки в этом году начали шить. Вот, в следующем девятом году мы планируем костюмы детские, военные и взрослые постараемся шить. Как бы, вот, военного плана тоже хотим, вот, чтобы патриотизм развивался. Сегодня, кстати, подходили артисты кубанского казачьего хора, интересовались, примеряли его шапки, даже приобрели. Борельефы, скульптуры, поделки из глины. Этим занимались казаки в разные годы. Современные сохраняют наследие и развивают ремесла. Это все наши традиции, это необходимо возрождать и прививать нашему последующему поколению. Без корней, как бы, невозможно будущее, я считаю. Поэтому я, как педагог, знаю уверенно 100%, что это нужно продвигать и прививать нашему подрастающему поколению. Скульптура – это чистое творчество, на мой взгляд. То есть, это не прикладное направление. Это предназначено для того, чтобы люди этим любовались, даже не для продажи, а скорее как выставочный вариант. Огромные цветы, будто из сказки, украсили подворье. Они результат мастерства Валентины Подсевной. Уникальная техника и в каждом букете смысл. Эти цветы растут на Кубани. Цветы изготовлены из фоамирана. Это такой новый материал синтетический, который нашей радости не боится ни дождя, ни солнца. И мы планируем использовать дальше украшения наших праздников. Это историческая тема, ретро-тема, тема «Семья», тема «Наш город». И, соответственно, мы выбирали более близкие цветы. Например, казачество. Мы думаем, что без маков никуда. Красный цвет отражен и в кубанках, если обратить внимание на наши стенды. Также в «Васильке» мы в историческую тему нашего города. В моем прошлом у моей бабушки очень много было васильков, в палисаднике, ромашки, как олицетворение семьи. Тем, кто работал над дизайном Лобинского подворья, удалось передать колорит сельской жизни. Тюки сена, овощи и фрукты – эти дары природы выращены на лобинской земле. Гости лобинского курения искренне восхищены. Шикарно, шикарно. Просто я вот слов нету. Сплошной восторг. А вы откуда? Я краснодарская. Вы посмотрели уже все подворья? Нет, нет, я только пришла. Ну вот невозможно оторваться, выйти. Просто вот так приятно, что это все происходит у нас на Кубани, что есть такие праздники. Замечательное настроение, только что жарко, очень жарко. А так настроение замечательное. А вот как вам вот эти выставки кубанские? Очень интересно. Каждую заходим, смотрим. Какой курень что приготовил, что поет. Все интересно, весело, везде встречают, хорошо. Здесь понравилось вам? Да. Лобинский район. Я оттуда родом. Поэтому я сюда пришла. А сейчас живу в Условинске. Лобинский район самый лучший. Мне все здесь нравится. Особенно город мастеров. Сейчас пойду фотографировать. Среди участников праздника Анастасия Апатская, молодое имя Вознесенского сельского поселения, юная казачка гордо носит медаль. Эмоции на самом деле действительно переполняют. Просто атмосфера невероятная. Ты ходишь по всему зданию и вообще площади, по территории баскет-холла. Ты понимаешь, что Кубани есть чем гордиться. Мы действительно в нашей России. Действительно такой уголок рая. Действительно уголок позитива, радости, трудолюбия. И действительно чувствуешь себя здесь дома и понимаешь, что ты счастлив, что рожден на Кубани. Лобинский район богат талантливыми и трудолюбивыми людьми. Продукция, которая производится в районе, известна далеко за пределами. Александр Садчиков отметил, что на празднике края выставлено то, чем гордятся жители района. Вы знаете, вот хотелось бы в такой юбилейный день что сказать. Здесь лицо Лобинского района. Это наше подворье. Оно, конечно, необычайно, с большим вкусом оформлено, богатое. Всеми теми богатствами, всем тем, что нам дает земля, что делают люди. Очень большая выставка народных умельцев. Выставка большая всех тех даров, которые мы с вами выращиваем на полях. И вот все это оформлено вот такую композицию, как выглядит карта района. Здесь сочетается наш казачий обряд и сочетается современность. Вот люди, которые сюда заходят, они обращают внимание прежде всего на герб Лобинского района, который выполнен и выложен овощами и фруктами. Это такой вот интереснейший, скажем так, момент в нашей жизни, когда все сочетается с тем, какой герб мы имеем. Оказывается, можно сделать именно таким образом. И отмечают вот необыкновенное хорошее настроение людей, живописность подворья. Но мы готовились, потому что смотрят нас все буквально. Приходят наши соседи, смотрят, горожане смотрят. И сегодня же все-таки огромнейший праздник. 80 лет Краснодарскому краю. Вот чем богат край, чем богат Лобинский район, вот здесь мы с вами сегодня и видим. Поэтому хотелось бы еще раз поздравить всех с этим большим праздником. Почувствовать, что мы кубанцы. Почувствовать, что мы люди, которые живем на этой плодороднейшей земле. Почувствовать ее запах, почувствовать все те дары, которые она дает. И сказать, что это наша земля. Мы ее любим, мы ее бережем. И пусть она всегда будет такой обильной, пусть она всегда будет такой теплой. И пусть она всегда будет такой плодородной. И пусть она много дает плодов для человека. Хотелось бы сказать, что надо беречь свою малую родину, надо беречь свою землю. И спокойно, с уверенностью, чтобы дальше наши дети и внуки ее могли также беречь. Все 44 муниципальных образования края представили свои выставки с достижениями в агропромышленном комплексе, туризме, культуре. Чтобы обойти их, потребовалось несколько часов. Но урона в 16 на арене баскет-холла началось торжественное мероприятие и театральная концертная программа. Друзья, сегодня мы все вместе встречаем 80-летний юбилей со дня образования Краснодарского края. Гимн Кубани пел весь зал. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южнофедеральном округе Владимир Устинов зачитал поздравительную телеграмму главы государства. Жителям Краснодарского края, уважаемые друзья, поздравляю вас с 80-х годовщиной образования Краснодарского края. Вы по праву можете гордиться историей родного края, родными победами и трудовыми свершениями многих поколений своих земляков. Сегодня Кубань уверенно развивается. Здесь создается благоприятный инвестиционный климат. Воплощается в жизнь масштабные, отвечающие запросам времени проекты, содействующие укреплению агропромышленного потенциала региона, совершенствованию его социальной сферы, транспортной инфраструктуры, туристической отрасли. И, конечно, необходимо в полной мере использовать богатейшее наследие зимних Олимпийских игр, состоявшихся в городе Сочи в 2014 году. На благо Краснодарского края и всей России. Желаю вам успехов и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Поздравил жителей Краснодарского края с 80-летием образования края и с 225-летием освоения казаками кубанских земель губернатор. Краснодарский край – поистине благословенная земля России. Кубань – красавица. В то же время великая труженица, жидница страны. История нашего края как человеческая жизнь. Это события и люди. Притом люди имеют первоочередное значение, потому что люди события и создают. Как в нашей жизни. Какие люди нас окружают в быту, на работе. Такая у нас и жизнь. Так и край. Какие люди в нем живут. Такой и край. Такая и Кубань. У нас есть известные. Люди не только в нашем крае, но и из его предела. Это и архитекторы, ученые, космонавты, аграмии, врачи, учителя. Но больше половины тех, о которых не найти заметок ни в энциклопедиях, ни в журналах, ни в газетах. Это 5,5 миллионная Кубань. И в большей степени вы, сидящие здесь, в этом большом зале, которые своим упорным трудом сделали наш край процветающим, самодостаточным, динамично развивающимся регионом России. Низкий вам за это поклон. Сегодня Краснодарский край – опорный регион страны. И это не только современный агропромышленный комплекс и основные курорты России. Это многомиллиардные инвестиции, современные промышленные предприятия, передовые технологии в медицине, строящиеся школы и детские сады. Наш край – территория многогранных возможностей. И в первую очередь для молодежи. Потому что за сегодняшними мальчишками и девчонками будущее нашей Кубани, наше с вами будущее. Мы сегодня возрождаем духовность. Сотни возрожденных, восстановленных церквей и храмов снова отзванивают звоном своих колоколов, освящая кубанскую землю. Ну и, конечно, как и прежде, наш край – это дом для 120 национальностей. Мы сегодня живем, уважая традицию и культуру друг друга. Это очень важно. И сегодня у нас один общий праздник для всех. После этого состоялась церемония награждения государственными и краевыми наградами. Их получили 17 кубанцев за высокие достижения в труде, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края. Указом президента Российской Федерации Владимир Бекетов награжден орденом Александра Невского. Восемь человек – почетными грамотами и благодарностями президента России. Пятеро награждены медалями «Герой труда Кубани». Всех жителей Краснодарского края с праздником поздравили председатель ЗСК и президент Адыгеи. Владимир Бекетов отметил успехи хлеборобов. Если мы посмотрим, для нас в аграрном окрае всегда определяющим являлся урожай пшеницы как главного продукта в жизни человека. В 1937 году был получен наивысший урожай пшеницы – 17 центнеровских тар. И потом, после 1937 года, вы найдете тяжелые испытания, которые постигли нашу страну, Краснодарский край, в частности, в том числе, это война, оккупация, разруха, затем восстановление разрушенного хозяйства. И в 1967 году мы опять получили наивысший урожай – пшеницы – 29,9 центнеровских тар. Начинается серьезная работа науки, идет строительство, создаются новые рабочие места. Академики Лукьяненко, Пустовой, Хаджинов работают над новыми сортами культур. Но наступает 1991 год, и в фильме показали, что это, в общем-то, был такой провал в экономике. И вот 15 лет назад начинается восстановление экономического процесса. И сегодня мы с вами можем сказать, что Кубань опять получила наивысший урожай пшеницы – это 65,5 центнеров с вектара. Слава нашим хлеборобам, слава тем, кто работает над этим. Если мы с вами оглянемся назад на 15 лет, это не такой большой промежуток, но за это время сделан значительный шаг вперед. Стали красивее наши города и станицы. Построены тут школы, детские сады, восстановлены храмы, о чем говорил губернатор в своем выступлении. И работа эта продолжается. Кубань становится краше, Кубань становится замечательной. И наша задача – сохранять эту красоту, приумножать, делать Кубань крепче, мощнее, и в том числе и нашу любимую Россию. Дорогие друзья, я от имени, ну и от себя, прежде всего, и от награжденных, хотел бы сегодня искренне поблагодарить президента России Владимира Владимировича Путина за награду, за оценку нашего труда и сказать, что мы будем делать все вместе с вами, для того, чтобы экономика Кубани была сильной, процветающей и Россия могучей. С праздником, дорогие земляки! Губернатор еще раз подошел к микрофону, чтобы напомнить о самом главном – о мире на земле. Я прошу всех понять главу, чтобы все, о чем мы говорим, и эта возможность передать экономическую силу Кубань нашим последующим поколениям, нам нужен мир. Мир на нашей земле, мир в России. И сегодня мир в России, и наше благополучие обеспечивает этот человек. Это президент нашей России Владимир Владимирович Путина. И сегодня он на передовой, на тех внешних границах, чтобы мы могли работать, жить, рождать детей, создавать экономические условия и благо для себя и для всей страны. А мы должны сплотиться вокруг него, здесь, внутри, и не допустить никакого ни раскола, ни шатания, стабильности, которую мы должны сохранить и обеспечить в нашем регионе, и экономическую стабильность, и социальную, и политическую. Должны и обязаны. У нас просто нет другого выбора. У нас нет другой атернативы. Я уверен, мы все это сможем. Мы сегодня гордимся нашими предками. А я верю, что наши потомки тоже будут нами гордиться, в том числе всеми, кто сидит в этом зале. Удачи всем и успехов! С праздником! Мы искренне разделяем радость этого замечательного праздника с вами, нашими добрыми соседями. Дорогие друзья, на этой прекрасной и гостепоимной земле живут трудолюбивые, энергичные и талантливые люди. Наше обоюдное стремление к дальнейшему укреплению и укреплению связи позволяет большим оптимизмом смотреть в будущее, придает хороший импульс до конкретной работы, до блага жителей наших регионов. От всей души еще раз поздравляю вас со знаменательной датой. Желаем вам новых побед и свершений. Мира, добра и благополучия. В праздник! Все, кто пришел на праздник, увидели красочную концертную программу, после которой выступили Олег Газманов и группа Хор Турецкого. А Лобинский Курень до позднего вечера встречал гостей. Поздравляли нас и жители других районов. Вот, например, приглашение черноморских казаков из Геленджика. Мы были у вас, у вас замечательные люди. Очень теплые, очень добрые, отзывчивые, гостеприимные невозможно. Вообще Кубань славится гостеприимством, поэтому мы приглашаем вас к нам на Черное море. Будем рады! С праздником всех! С десятилетиями! Очень интересно. Я первый раз принимаю участие вот именно в таком собрании. Конечно, наш день города очень сильно похож. Те же самые Куреня, только массовость, конечно, не такая. А вообще очень классно. Вот вы видите, Лобинское подворье, подворье именно района, оно представлено гораздо шире. Впечатляет? Расскажите о том, что вам тут понравилось больше всего. Ну, во-первых, очень сильно представлены произведения наших мастеров, начиная от рукодельницы, заканчивая скульптурами. Это очень здорово. И санаторий тоже выставился. Ну, по крайней мере, люди пробуют нашу воду, узнают. Глядишь, может быть, в гости будут приезжать. Город-курорт. Настроение очень веселое. Почему? Потому что такой позитив, такая красота вокруг. Столько здесь всего вкусного, столько хорошего и столько добрых лиц. Очень сильно впечатлен кубанским казачьим хором, который готов смотреть здесь очень долго. Ну, а из подворья самая лучшая наша Лобинская. Что можно сказать? Поздравить с праздником мира, добра и процветания всему Краснодарскому краю. Ты был на Кубани, а ты побывай. Прославленный край. Вот так писал о нашем крае кранит обойщиков. Замечательный кубанский поэт, участник Великой Отечественной войны. И вот сегодня на этом праздновании 80-летия убеждаешься в том, что действительно это не только богатый, это красивый, это полноценный. Это край добра, край красивых, замечательных людей-тружеников, людей-профессионалов. Здесь, на территории замечательного баскет-холла, мы видим то, что привезли районы Краснодарского края. Особенно поражает, сколько изделий из самого главного продукта Кубани, из пшеницы. Это хлеб, это пироги, это булочки, это действительно, это колосья пшеницы, в которых не только пот хлебороба, но трудолюбие наших кубанских людей. Это изделия наших мастеров, это наши замечательные кубанские песни. И воистину мы вспоминаем свой Лобинский район, где горная, быстрая наша лоба, в которой вода, как изумруд, играет своими необыкновенными красками, украшает не только наш Лобинский район и близлежащие, но она украшает всю Кубань. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания Лоба.